здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я узнал кто такие маркет-мейкеры раньше я думал что это что-то такое ругательное потому что в буквальном переводе с английского market maker это делатель рынка то есть ну как-то мне казалось что это какие-то манипуляторы вот почему-то недавно я был в открытии они объяснили мне что такое market maker и и оказывается что наоборот это очень здорово когда у какого-то биржевого инструмента есть market maker что это такое но смотрите что такое market maker мы все на бирже покупаем какие-то акции какие-то облигации возможно да вот но эти акции там же огромное их количество огромное просто на бирже вот и понятно что все в основном торгуют там доллар рубль например да газпром там какой-то распадская обувь россии яндекс и так далее вот но есть какие-то мелкие компании которые или там облигации каких-то мелких компаний по которым нет таких оживленных торгов они вне зоны внимания большинства инвесторов но есть люди которые например связаны с этими компаниями и которые заинтересованы например покупки этих акций или наоборот в продаже и вот скажем работаю я на каком-то заводике ну скромном небольшом но его акции котируется на бирже и если я ну как бы патриот своего предприятия то я взял и купил там или сказать когда-то еще там за ваучеры вот какой-то пакет акций мне принадлежит этой компании ну принадлежит и принадлежит мне много людей звонят и говорят что вот там у нас там дедушка умер у него оказалось там какие-то акции как их продать вот то есть они лежат там годами 20 лет они у него лежат и все оказывается они там за это время подорожали в сто раз вот ну либо работники завода обычно вот так вот да и ну может быть другие какие-то люди просто взял купил акций на пару миллионов вот а потом ну вдруг возникает там ситуация какая-то там ну звонит внезапно сынишка и говорит папу ну что тут такое дело там я познакомился с девушкой там взял твой porsche значит там чтобы там показать перья распустить но девушка оказалась замужем за каким-то грузином он выскочил с монтировкой в общем сказать пап твой porsche немножечко по коцам вот и чё делать надо срочно что-то продавать и тут папа вспоминает что да есть там значит новый покупатель не хватает там загляну в тумбочку там всего 4 миллиона 2 надо добавить вот что делать надо придется продавать наверное акции вот и идет продавать эти акции а покупателей то на них и нету вот так вот маркет мэкеры да и получается что папаша должен просто вынужден скидывать цену если он хочет что-то продать срочно либо наоборот если кто-то хочет что-то купить срочно а такой цены нет и приходится покупать там втри дорого смотришь там заявочка стоит там дорогущая хочешь покупай не хочешь не надо никто тебе не это самое не не волит вот и чтобы вот избежать таких ситуаций ситуации реальные просто вот как-то недавно мне писал один человек который говорит что у такого не не самого крупного брокера он обслуживается у не самого крупного брокера и он купил ноту там но то очень привлекательная хорошая нота и вот срочно потребовались деньги там сколько 10 тысяч долларов тоже как обычно наверное вот и говорит и что я горит иду туда говорит как мне продать брокер говорит что в общем сказать продать без потери не получится только там за 50 процентов от стоимости давай мы у тебя эти облигации купим вот это вот прелесть обслуживания у мелких брокеров на самом деле вот а я как раз был в открытии и тоже эти встречи была посвящена нотам открытие сказала что вот по этим нотам мы будем выступать в качестве маркет-мейкера что это значит а это значит чтобы не было таких ситуаций то те ноты про которые шла речь ну то есть они еще не вышли на самом деле я о них буду рассказывать еще есть какая-то цена разумная расчетная цена на эти ноты вот она и нет желающих не купить скажем не продать или их мало и если кто-то купил эту ноту да то почему бы мне не продать вот по такой цене понимаете почему бы не продать это же здорово или например если я хочу купить я хочу опа я куплю ее а потом продам вот по такой цене я же такой хитренький вот чтобы вот таких хитреньких не было и вводится институт маркет-мейкеров и открытие сказала вот мы будем выступать в качестве маркет-мейкера и разница между вот разумной вот этой расчетной ценой которая должна быть по расчетам реальная то есть доходность сравнима с фсс скажем так с бенчмарк с бенчмарком то мы будем сами выкупать эти облигации вот по цене вот это вот цена равновесная минус там скажем 3 процента и скупать по цене плюс 3 процента или там наоборот короче говоря заявочки будут то есть если я хочу поставить цену плюс 10 процентов то меня всегда будет цена плюс 3 процента и моя заявочка никогда не будет исполнена вот жадного товарища например такого типа меня вот или наоборот если хочу купить за 70 процентов от номинала облигацию а ее оказывается есть маркет-мейкер который покупает за девяносто там шесть процентов от номинала и никогда и не продам ее за 70 процентов я буду вынужден скажем покупать за девяносто шесть процентов это разумная цена чтобы не было таких вот людей не очень хороших которые пытаются манипулировать рынком и поэтому маркет-мейкеры это хорошие люди прямо сейчас я покажу как они работают на небольшом интересном примере вот она американский рынок это индекс s&p 500 мы видим и вот здесь есть вы смотрите вот крупные компании google facebook amazon да вот microsoft вот но вдруг мне захотелось купить какую-то мелкую компанию я смотрю по новостям маркет твит что сейчас прямо биотехнологические компании очень хорошо себя чувствуют или производители фармацевтические компании и я захожу нахожу вот он раздел health care видите это раздел вот он вот большой раздел вот он вот это health care это здравоохранение и в drug manufacturers основные мейджор основные производители лекарств и я беру выбираю какую-то самую мелкую компанию скажем вот l l y и я смотрю что за компания такая или лили энд компани вы когда-нибудь о такой слышали я вот лично не очень или лили энд компани и у них акции вот сейчас я смотрю график вот здесь да ой не могу показать вот он график они на очень привлекательным уровень а давай-ка я их куплю и наверно на а как их можно купить через площадку spb значит смотрите запоминаем l l y теперь я перехожу в биржевой терминал вот здесь вот нахожу l l y и ищу эту компанию вот она l и лили энд компани но код инструмента l l y spb что это такое а это значит что на спб эти акции продаются но они опосредованно как-то продаются через спб и что будет но я тут предварительно уже их взял вот вот этот график l l y компани и вот я по ним вывел стакан цен давайте посмотрим как выглядит этот стакан цен и где здесь маркет-мейкеры смотрите вот последняя цена 109 20 так сейчас я включу график там какой-нибудь вот такой вот разумный график по 109 20 последняя цена а теперь посмотрите внимательно давайте посмотрим на заявочки 60 166 в стакане хотят по 109 24 продать 60 потом 60 по 109 40 166 видите да а теперь смотрим сюда нижний вот они 166 и вот они 60 и попробуй-ка попрыгай вот здесь вот из этих 126 да вот они 60 66 и 60 и 166 60 и 166 вот они это маркет-мейкеры друзья мои они держат цену они смотрят на цену основного инструмента la lent company в нью-йорке и автоматически ставят цену на покупку чуть ниже чем то цена и автоматически ставят цену на продажу чуть выше чем то цена и И они таким образом поддерживают, во-первых, ликвидность, то есть эти акции всегда можно купить и эти акции всегда можно продать. И я уверен, что эти акции всегда можно будет купить или продать по нормальной цене, потому что она не будет сильно отличаться на 1%. От той цены, которая в Америке. То есть я могу через биржу СПБ торговать смело, я могу не бояться, что я не продам свои акции, потому что не будет на них покупателя, потому что покупатель или продавец будет всегда. Да, кто это будет? Ну, в крайнем случае, это будет маркетмейкер. Но это значит, что мои потери по сравнению с той ценой, которая в Америке, незначительны. Поэтому, друзья мои, маркетмейкер, это оказывается очень хорошие ребята, маркетмейкеры. Они помогают нам не потерять деньги в случае, если нам придется либо покупать, либо продавать какие-то акции в срочном порядке. Они нам помогают получить неплохую цену, даже если других покупателей или продавцов нет. Вот я надеюсь, что я рассказал, кто такие маркетмейкеры. Я думаю, что это видео очень полезно. Наверное, не так много людей знает, кто такие маркетмейкеры. Поэтому вот я сам недавно узнал, делюсь с вами. И если вы тоже недавно узнали, ну, расскажите об этом, поделитесь этим видео со своими друзьями. Потому что, блин, ребята, я вот не знал, честно скажу. А вот недавно узнал. Ну, на сегодня все. С вас лайк. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. С вами был Демитков Юрий.